как перестать довольствоваться малым и начать получать от жизни все у нас с вами сегодня будет не знаю порядка часа эфир возможно меньше как получится и сегодня я буду много рассказывать о своей личной истории трансформации в контексте именно того каким образом я лично перестала довольствоваться малым какой был мой путь в этом направлении и что я рекомендую делать вам каким каких жизненных принципов я придерживаюсь для того чтобы все таки не выбирать и так начну с того что выбор вообще никогда не был моей сильной стороной вот я отношусь к тем людям которые при слове выбирай очень сильно теряются они потому что знают что не знают что выбрать а знают что не хотят выбирать вот это такая большая разница и я собственно начала свою активную жизнь наверное где-то в 2008 году когда я вышла замуж до этого времени я была студентка университета и затем параллельно участницы женской поп-группы и мне страшно хотелось быть знаменитой известной какой-то реализованной но это все было очень не конкретно в моей голове но я всегда твердо знала что я никогда не хочу выбирать между тем чтобы быть реализованной быть любимой быть любящей да ты знаете история про то что когда тебя любят а ты позволяешь себя любить а быть мамой или например строить карьеру то есть для меня лично вообще никогда таких вопросов не существовало я четко знала что я хочу все но я понятия не имела каким образом я это получу и в 2008 году когда в общем то такой был для меня лично переломный момент я познакомилась со своим супругом очень неожиданно как-то все это быстро произошло там через две недели мы стали жить вместе и жизнь стала развиваться очень очень бурно вот такое было ощущение что знаете 10 лет я спала и все как-то так очень медленно шло для других людей ну типа наверное это было хорошо для меня было мало и полгода в течение которых был момент момента нашего знакомства с моим супругом до момента нашей свадьбы начали происходить все те мечты в моей жизни о которых я даже знаете как бы мечтала очень неконкретно я отправилась в сумасшедшее путешествие с безумные деньги для меня на тот момент наше путешествие стоило больше десяти тысяч долларов на кубу с сергеем и это было какое-то вау серёжа взял мне машину lexus купил мне машину мы решили открыть мне бизнес агентство свадебная поскольку я находилась в формате организации собственной свадьбы я очень сильно хотела какой-то бизнес я совершенно ничего в этом не шарила но амбиции и вот эта энергия знаете которую куда-то нужно направлять она была конечно же я хотела идеальную свадьбу хотела самую красивую свадьбу в мире на тот момент в своем понимании я хотела безумно красивое платье и и все это я хотела и мой супруг на тот момент достаточно состоятельный мужчина по моим личным меркам потому что состоятельность это такое очень условный момент на тот момент сказал мне оль надо что-то выбрать мы ну как бы за полгода такое количество денег которые нужно оприходовать на все это надо что-то выбрать я конечно же посмотрела на него испуганными глазами потому что как выбрать когда с и знаете начинается сочетание всех твоих мечт сразу и он являясь мужчиной наверное страшно влюбленным сказал окей как-то справимся так нашей жизни появились какие-то кредиты долги небольшие потому что по меркам того что зарабатывал мой супруг потому что мы считали что в течение нескольких месяцев мы с этим совсем справимся ну точнее сережа с этим совсем справиться к нему приходят деньги из бизнеса и просто сейчас пару месяцев мы возьмем как бы в долг возьмем в кредит возьмем что-нибудь то есть вообще не проблема но тут знаете вот самым интересным фактором оказалось то что 2008 году как раз после моей свадьбы начался кризис и я за год из вот этой истории про золушку она была именно такой потому что если кто-то не знает меня то я из обычной совершенно семьи которая живла на массиве и в общем никакими особенными достопримечательностями не отличалась кроме того что мои родители но моя мама в частности много работала моя мама стремилась дать мне все самое лучшее и моя мама в 18 лет ушла из дома не 18 16 и уехала в одессу и затем попала в черноморское проходство и работала в валютных барах ну то есть это было супер круто она изучала иностранные языки она работала барменом ну то есть но не такой бармен как сейчас да то есть это такой знаете человек который психолог человек который там что-то там крутит мутит продает вот такой вот формат был и мама кстати это вообще отдельных эфиров заслуживает человек потому что невероятно открыто невероятно умела находить и умеет слава богу находите буду надеюсь будет долго еще уметь находить подход к людям очень сильно на меня не похожа мягкая такая очень женственная короче вот моя мама это конечно отдельная история никогда маму в этом не понимала потому что я по сравнению с ней гроза и жесткость вот она другая и это очень сильно нам жизни помогало потому что благодаря ее умению коммуницировать я очень много в жизни классного всего получала но это другая история и так буквально за год то есть в январе я познакомилась со своим мужем полгода у нас шел рай под у нас все развивалась развивалась и в январе 2009 мы встречали его в квартире моей мамы куда мы перебрались потому что вот это мое нежелание выбирать машину квартиру и все остальное привело нас к моей маме потому что мы были в долгах у нас не было денег на то чтобы снимать квартиру я очень сильно просила сергея попробовать спасти мой бизнес которого не было это был офис столы и стулья и кредитная машина в общем я столкнулась такой глобальной штукой когда сережа мне сказал давай разводиться давай разводиться потому что у него начались проблемы личного характера в контексте того что он не понимал как это переварить как он из успешного мужчины вдруг превратился в мужчину который живет у своей тещи я не понимала вообще как такое могло быть за что у меня так вселенная хлестанула и зачем она дала мне ну знаете как это вот классный когда у тебя ничего нету гораздо хуже когда у тебя появляется и потом у тебя забирают я не понимала я не собиралась это отдавать я понимала что скорее всего мне сейчас стоит выбор очень простой либо я развожусь и устраиваюсь на работу и как-то строю свою жизнь либо я сейчас начинаю сражаться за семью потому что мой муж все время говорил о разводе за бизнес которого у меня нету но у меня есть вот за бизнес который вот имеет некое название да но я понимала что я не хочу выбирать я не хочу выбирать между этим и я хочу я хочу классную свою жизнь ту которую я себе на придумала тогда когда я выходила за него замуж и я начала это сражение за все уговариваем ущи своего мужчину в том что он классные уговаривая его в том что у нас может быть классный бизнес уговаривая себя в том что все это не бред, и это действительно может быть классным, уговаривая себя и программируя все вокруг, что я лучший свадебный организатор, а на тот момент у меня было свадебное агентство, что я самый лучший ever свадебный организатор в мире и на планете, и по факту этот бой, а это было именно бой и сражение, шло перед вот таким, знаете, моментом выбора. Как-то все начало почему-то налаживаться, это, господи, почему это происходит, это звонят подружки моей дочери на компьютер, как здорово, когда у тебя взрослая дочь. Итак, когда это все в общем начало происходить и какие-то плоды начали первые появляться, я очень воодушевилась, мы стали такой какой-то очень бандой и командой, но ничего не соображали, особо сильно, но выбор стоял один, либо получить жизнь, о которой я мечтала, либо вообще не понимала, то есть выбора в принципе для меня как такового не было, и вот это вот нежелание выбирать меня всегда очень сильно мотивировало к действию. В 2011 году я родила свою первую дочь, поправилась на 16 килограмм, если кто-то за мной наблюдает и наблюдал за моим весом, за картинками, то знают, что я толстая и склонна к полноте, и очень от этого сильно страдала, и я поправилась сильно со своей дочерью с первой, и для меня это стало депрессией, я стеснялась выходить к своим клиентам, я стеснялась развиваться, и я поставила себе такой жесткий дедлайн для того, чтобы похудеть. Я прошла этот дедлайн, я выбирала уже даже не между тем, чтобы быть стройной или худой, а между тем, чтобы вообще смотреть на себя в зеркало и идти покорять вершины или считать, что я говнюха. Я похудела, все замечательно произошло, там в течение полугода я быстро пришла в форму, и когда я пришла в форму, все со мной нормально наладилось, я узнала, что я беременна вторым ребенком. И вот второй раз я поняла, что я больше не хочу выбирать между ребенком и между фигурой. И я поставила для себя такой ограничитель, я сказала себе, что 6 килограмм это то, с чем ты можешь уйти в роддом, больше ты не набираешь за эту беременность. И вы знаете, в очередной раз я сама себе доказала, что наш мозг это очень крутая штука, я набрала ровно 6 килограмм и понятное дело, что я вышла абсолютно стройной, худой и была вообще в принципе всю беременность очень-очень худая. За все это чудесное время у меня не было вообще декрета, ничего не было, мы все время фигачили и работали, и у нас были очень неплохие результаты, потому что вот из вот этой полной попени, в которую мы попали с кредитами, с долгами, с вообще непониманием того, что происходит, я выросла в лидера свадебного рынка, который организовывал собственные конференции, собственные выставки, большие крутые свадьбы, обучал огромное количество человек и как бы прибыль моя перевалила за очень большие суммы денег, которые люди даже не в состоянии, ну как бы себе поверить, что девочка в таком бизнесе может столько зарабатывать, но вот весь этот момент этого подъема, он был скорее, знаете, в такой истерике, потому что всегда есть те вещи, которые тебе нравятся и иногда есть те, которые тебе не нравятся, и у меня случилось так, что мне очень нравилось развиваться, расти, быть известной, короче мне нравилось все, кроме свадеб, мне не нравилось быть свадебным организатором, и если в начале как-то это для меня было не совсем понятно, то в какой-то момент после рождения второй дочери, когда в общем много всего произошло в жизни и как-то знаете ли, когда ты начинаешь развиваться, у тебя появляется и какая-то гордыня, и внутренний стержень, и корона, много всего, плюс ты рожаешь двоих детей практически подряд, и у меня случился, ну не знаю, я не знаю, как это назвать, что случилось, я проснулась и поняла, что я больше не люблю свадьбу, мне часто задают вопрос, как так, я проснулся, потому что я больше не люблю свадьбу, и это было не просто я больше не люблю свадьбу, это было я ненавижу свадьбу, я ненавижу людей которые связаны со свадьбами у меня началось масса такое очень сильное отторгательство такое вот вот прям вот вообще то есть я сказала своему мужу все я больше не занимаюсь я больше не выйду на представьте себе мы строили эту махину мы зарабатывали много денег мы купили на секундочку квартиру за миллион баксов и сделали в ней ремонт и я покупала porsche cayenne мы ездили отдыхать на самые дорогие курорты это большие деньги это большая команда 20 с лишним человек которых я содержу и вдруг я говорю все все я устала я не могу и если я вначале думала что я приду в себя то как бы время проходило а я наоборот отторгала это всячески ну мы начали перестраивать там форматы мы уже не могли все это закрытие это было бы глупо начали давать мне больше отдыха поняли что на меня накатила какая-то там депрессия а я поняла что вопрос не в депрессии я поняла что у меня происходит какой-то момент внутреннего изменения я вот из тех людей которые задаются вопросами не только хотя все считали всегда меня материальным абсолютно человеком зацикленным на деньгах только потому что я хорошо умею зарабатывать а для меня были такие вопросы важные а кто я вообще а зачем я родилась а в чем моя ценность а что я должна принести в этот мир и я очень сильно из-за этого колбасилась правда и вот наступил вот этот период там где-то 32 33 меня очень сильно начало колбасит эти темы настолько что я ничего не могла с собой поделать благо у нас были финансовые запасы и благо что продолжалась какая-то история у меня больше стали работать сотрудники другие люди имя уже работал на меня и я начала думать о том чтобы построить какой-то бизнес в котором был я не принимала участие в котором бы я не была главным лицом потому что все что было до этого я была совершенно таким знаете человеком на которого артиста на которого все завязаны я это ненавидела я много училась тоже ходила на разное обучение мне страшно захотелось построить бизнес который был бы масштабируем и управляемые в котором бы я значит я ездила бы путешествовала и никто бы меня не знал и не видел почему-то у меня были такие мысли так начали появляться разные наши проекты мы пробовали себя запускать как маркетинговое агентство потому что мы очень хорошо в этом соображали мы пробовали мы продюсировали некоторых людей мы запускали цветочную сеть мы делали в общем у нас был разный богатый всякий опыт и все это продолжалось до тех пор пока я значит не задала себе вопрос а чего я вообще хочу это такой знаете очень важный вопрос который себе люди редко задают я вообще что хочу и я сказала себе я хочу все я не хочу выбирать и тогда прозвучал следующий логичный вопрос уже от моего ментора с которым я общалась на эту тему он сказал оля что для тебя все у каждого все это понятие очень растяжимое для тебя все это что и он застал меня взять листочек бумажку и написать значит что я хочу я написала для себя следующий момент я написал 10 признание которое у меня было кстати горму гармоничную семью и я ее заработала потому что отношению моей семье вот когда тот тот наверно не знаете лет пять первые которые у нас были очень сложные они построили мне очень крутую семью и у меня это было понимание кто я этого я не знала деньги я понимала что я хочу деньги но ведь у меня же уже были есть деньги но сами по себе они меня не двигаются значит они должны быть в чем-то связки и я поняла что мне очень важно заниматься тем что будет мне интересно очень сильно и это то чего мне не хватало в свадьбах потому что в свадьбах я уперлась в некий потолок который я не могла для себя пробить вот он по интересам у меня заканчивался и я не могла найти ответ на этот вопрос а что мне интересно вот что есть такое знаете когда ты ныряешь а она бездонная когда вот ты не можешь вот дойти до дна и ты понимаешь что целой жизни мало и вот такая вот бредятина я понимаю это поселилась моей голове и начались мои поиски то есть я не сидела дома в депрессии нет я работала я что придумывала чему-то обучала обучалась создавала проекты я искала когда вы задаете вопрос о том каким образом себя найти важно искать важно задать себе вопрос что я хочу и пытаться это пробовать в разных кругах потому что я исписала огромные списки в итоге того что не мое того что я попробовала то есть в теории это одно это как платье которое висит на вешалке и теоретически одно вам нравится но когда вы вы надеваете на себя она вам совершенно не подходит я начала это искать так сейчас секундочку в какой-то момент знаете вот когда мы находимся в этом состоянии поиска очень хочется переложить ответственность себя напишите пожалуйста у кого такое было или есть когда ты думаешь бля но может быть есть какая-то судьба может карма есть вот поэтому я не могу найти очень хочется пойти гадалки к бабке хочется знак из космоса очень сильно хочется чтобы кто-то за тебя сделал этот выбор или даже сказал что у тебя такого быть не может и ты такой выдохнул ну типа карма не мою у меня есть для этого очень классный пример он есть в инстаграме моя фотография где худенькая где толстенько и там где толстая все всегда говорили что это крупная кость то есть меня с детства растили я об этом всегда говорю как девочку с крупной костью да я могу встать если кому-то не видно женщина с крупной костью не бывает у нас худых девочек нет говорила об этом бабушка всегда у нас все с крупной костью и я росла вот тоже с таким знаете по пониманием этого и мне хотелось какой-то период когда я подзывалась вот этого поиска просто от устала дико мне очень честно хотелось чтобы сказали ольчик ссори нет нет вот тут у тебя там в знаке зодиака запятая должна быть . но я понимала прекрасно что это не так потому что я все время развивалась я все время занималась я все время читала искала и собственным развитием занималась я понимала что это говорит мой страх ну что делать я не знал я вам хочу сказать такую очень важную штуку что все подсказки всегда находятся вокруг нас все абсолютно подсказки находятся вокруг нас нужно только захотеть их услышать у меня это случилось в таком двойном моменте в одночасье какой-то период я начала очень часто просто просить помочь мне подсказать вот просто обращаться к себе к своему подсознанию говорить ему суши ну ты же все знаешь ты все умеешь подскажи мне подскажи мне где мой пазл я сижу со сложенным пазлом и у меня нету одной картинки я чувствую что я хожу рядом но я не понимаю что делать и я в очередной раз открыл инстаграм спасибо вам огромное люди что вы пишете и в директа мне пришло там очередное послание где писала девушка мне о том что отзыв на мою книгу зажигалка о том какая-то классная книга и о том что она наконец-то поняла прочитав ее что жизнь это боли сражения раньше она думала что это только у нее такая жизнь а теперь она четко понимает что это нормально когда жизнь боли сражения поэтому она свою будет вот так гордо переживать и спасибо мне за то что я этой историей поделилась я такая сижу и думаю ёпси получается что я программирую в людях то что жизнь это боли сражение а по факту ведь я уже очень хорошо знаю что моя жизнь была болью и сражением именно потому что я ее так воспринимала потому что я ее так видела и я это к себе притягивала и я думаю ёпси так можно же по-другому интересно было бы если бы у меня была написана книга где я бы рассказала о легком пути тогда бы люди читали и думали так может быть легко оказывается так так можно было окей и это такая первая мысль которая пришла ко мне в голову вторая мысль пришла ко мне во время медитации я делал медитацию такую знаете в полудреме в каком-то таком абсолютно состоянии просто чуть закрыла глаза впала в такое медитативное состояние и внезапно ко мне пришло такое какое-то не знаю знаете образ книги образ того как я пишу книгу своей мечты и у меня начал складываться пазл я поняла что мне нужно научить людей другому не нужно людей научить и рассказать вам о том как создавать собственную реальность я начала очень сильно погружаться в эту тему вспомнила все чему я обучалась все практики которые мне помогали я погрузилась во все что только могла и так родился мой рерайтер жизни в общем-то марафон который еще занимаюсь я не буду о нем сейчас рассказывать но это то чем я занимаюсь это собственно что я сделала делом своей жизни и когда это произошло первым показателем вообще всегда является когда вы вам кажется что это ваше или не ваше то когда вы запускаете какое-то дело вот эта идея она у вас либо как ком снежный вот знаете начинает накатывать и у вас все получается либо вы начинаете встречаться со сложностями мой первый рерайтер жизни случился вообще как-то совершенно чудесным образом потому что первые там 150 человек которые пришли на первый марафон они пришли без маркетингового бюджета вообще без всего я просто об этом начала говорить и ко мне пошли люди и когда это все начало складываться буквально на моих глазах я узнала что такое когда ты находишь свое место когда ты попадаешь в свою десяточку и в свою цель и сегодня я хочу рассказать вам о моих личных жизненных принципах которые мне собственно помогают получать ту жизнь которую я сейчас получаю перед этим вот хочу сказать вам такую важную штуку вот по поводу рерайтера главная суть вообще рерайтера это помочь вам ответить на самый важный вопрос в деталях чего я вообще хочу всегда помните о том что если вдруг сегодня перед вами появится волшебная фея которая скажет я выполню все твои желания что вы и скажете вселенная такова ее законы таковы что если вы не знаете в деталях чего вы хотите вы не можете это получить такая небольшая ремарочка итак переходим к моим личным жизненным принципам номер один быть эгоистом об этом говорю часто и много что значит быть эгоистом быть эгоистом это значит знать четкий ответ на вопрос в деталях чего я хочу чего я хочу деталях во всем в личной жизни в своем доме своих друзьях в своем внешнем виде в своей реализованности чего я хочу второе позволить себе это иметь разрешить себе не выставлять сразу знаете как в мультиках там хочет прокатиться туда какая-то пимпочка и такие сразу же летный забор и тышь не рассказывать себе сразу же почему нет почему это невозможно у нас забора из убеждений выстроены как огромный огород колючек который просто нашу голову заполоняют когда тут же у меня не получится это не получается я в это не верю тут мне мама не разрешит тут у меня недостаточно денег квалификации знания не то государства не тот язык все есть для того чтобы было не то вот этот огород из колючек который нужно выпалывать и убирать но это другая история поэтому моя первая штука я позволяю себе быть эгоистом я знаю чего хочу до деталей и я позволяю себе это иметь именно поэтому ко мне сегодня ежедневно приходят деньги возможности мечты нужные люди отношения потому что я разрешила и работаю над этим второе я использую шесть главных вселенских законов так у нас есть немножко времени чтобы чуть-чуть о них сказать итак начнем первое закон это то что в мысли являются реально действующими силами я очень осторожно и аккуратно отношусь к каждой своей мысли зная что если я о чем-то говорю я запускаю это и притягиваю в себе автоматиком что-либо поэтому первый закон я с уважением отношусь к своим мыслям и внимательно смотрю о чем я говорю вы никогда не слышите от меня истории про то что я болею плохо себя чувствую что жизнь говно нет моя жизнь всегда супер охуенная и поверьте мне просто поверьте мне что так оно и происходит второе разум эта система отправляющая и принимающая мысли это второй закон а это говорит о том что то та реальность которая существует вокруг вас она существует благодаря тем мыслям которые вы отправляете если вам плохо и вы думаете о плохом вы отправляете вокруг себя плохо и автоматом принимаете тоже плохо вы не можете отправлять одно а принимать другое поэтому всякий раз когда вам хочется пожаловаться когда вам хочется поддержать блогера который ноет и говорит о том как ему плохо и вспомнить как плохо было вам подумайте о том что лучше вам от этого не станет учитесь это блокировать 3 закон притяжения самый простой то что мы отдаем то мы и получаем поэтому каждый раз когда вы заикаетесь о чем-то негативном когда вам хочется сказать вот блин я дура вот я дебилка стерта стерта вы все это к себе притягиваете помните когда вы говорите своему любимому ребенку ну ты блин и дубинушка нихрена у тебя не получается ты вообще блин бездарь помните о том что вы растите бездаря сами вы программируете и убиваете в своем ребенке гения которым он непременно является если бы вы были немножко поумнее следующее у меня есть власть создавать любые мысли по моему выбору очень простой простое понимание вы должны понимать что то что вы создаете то вы получаете и когда вы говорите как мне плохо вас никто не заставляет говорить как вам плохо вы такой я такой честный у меня такая реальность реальность вы создаете сами своими мыслями сами в этот момент те кто любит очень сильно давить на жалость прибедняться кто любит вызывать жалость у своего партнера я такая была у меня все болит у меня болит голова у меня это к спина болит все готовьтесь все прям вы на себя и утащили следующий закон называется законом вставки это означает что в любой момент вы можете вставить ту мысль с той вибрационной частотой которая вам нужна если вам херово вот вы поругались у вас все плохо вы не должны звонить подружки рассказывать как все плохо вы можете сесть закрыть глаза и сказать у нас прекрасное отношение у меня самый лучший в мире мужчина он меня очень любит я посылать и любовь мы сладкий я знаю что ты устал но я очень тебя люблю я лучшая женщина для тебя и когда вы меняете свою внутреннюю вибрацию вы увидите что реальность вокруг вас начнет меняться в любой ситуации попробуйте улыбнуться гаишнику который вас недовольно остановил поговорить с ним пару минут на другой волне вы увидите мои дети короче раз иногда бывают такие вещи и мои дети становятся свидетельницами значит моего общения с ребятами из полиции они потом неделями меня я просто так опаздывала такой сегодня замечательный день они меня кривляют потом они знаете такие ходят как обезьянки маленькие кривляют рассказывает как я себя вела но помните о том что в любой момент когда вы хотите отреагировать негативно и возможно это лучшая реакция помните о том что вот это негативная одна эмоция за собой понесет вы знаете как этот такой паровозик будет паровозик вот вы один раз отреагировали а вот это все пойдет по инерции за вами и притянется поэтому всякий раз когда вам хочется кого-то послать нахер я вас прекрасно понимаю мне тоже есть такое и даже недавно я это сделала иногда нужны такие моменты но вы должны понимать что будут последствия вы должны потом не удивляться откуда это взялось откуда вы его это вы его притянули но у вас есть закон вставки и когда сильно хочется послать нахер подарите цветочек выдохните скажите себе блин как классно что я это понимаю блин поэтому выпью бокальчик попси колы замечательный денечек переключитесь переключитесь а вы рассказать вам самую главную фишку секрет этого дня секрет этого дня почему у меня так много видео да потому что это для меня самая лучшая вообще-то как психологический приемчик я сажусь за руль в любом состоянии кто бы меня не разозлил какая бы ситуация не была когда мне хотелось бы там чуть-чуть удушить мужа например думаете что не хочется нам друг друга удушить хочется конечно порой вот я включаю видос начинает чем-то рассказывать и переключаясь напрочь напрочь переключение ваши все переключились вошли в другую эмоцию все все забыли перестаньте этим жить и наконец 6 закон гласит мой внешний мир ситуации обстоятельств которые со мной происходят и мой внутренний мир связаны между собой то что я думаю проецируется в моей действительности ваша реальность я вам об этом говорю в каждом эфире ваша реальность это результат ваших мыслей хотите изменить реальность идите не в реальности ее менять а меняйте ее вот здесь еще одно правило звучит очень просто быть дисциплинированным своих желаниях и тренировка что это означает дисциплина наше все если вы решили изменить свою жизнь точно так же как изменить свое тело вам необходимы регулярные тренировки регулярные это значит постоянные и если физически вам необходимо отдыхать например каждый день тренироваться не обязательно но если вы любите и можете замечательно то ментальные тренировки нужны каждый день я тот человек который делает ментальные тренировки каждый день все наши рирайтовцы выпускники клуба прекрасно знают о чем я говорю у меня в stories часто можно видеть чек-листы которые выкладывают ребята мы занимаемся ментальными тренировками эти тренировки занимают порядка 20-30 минут в день которые позволяют нам настраивать свой мозг на свои цели на свои желания на свои задачи и таким образом регулировать все что происходит в нашем внешнем мире это очень и очень важно если вы не будете вообще во всем иметь дисциплину вы никогда не получите каких-то выдающихся результатов и тем более не станете олимпийскими чемпионами в своей жизни и наконец финал очка по моим правилам это принять ответственность за то что происходит в моей жизни и за то что именно я создаю свою реальность я никогда вы от меня не услышите что а в том что что-то происходит не так виноваты правительство виноваты какие-то люди виноваты мои родители виноват мой муж виновата моя мама нет я являюсь человеком взрослым который отвечает за свою жизнь и который прежде всего проектирует ее здесь очень классный пример я хочу чтобы его запомнили волшебная коробочка с airpods потерянных детьми представьте себе что это вы и вы проектор это дырочка ваш мир вот этот проектор все что есть он отображает знаете откуда картинка берется вот что вы сюда положили вот это и отражается все проблемы со здоровьем все проблемы с вообще все что происходит у вас это результат ваших мыслей ваших поведения ваших личных вибраций если что-то в жизни вашей меняется обращайте внимание на то что поменялось внутри у вас обращайте внимание когда к вам приходит хорошая когда плохое вы увидите эту связь очень сильно она конкретная она просто конкретненько помните о том что ответственность всегда на вас и перестаньте если у вас не тот мужик или не та женщина то уж простите сами выбирали и вы можете это изменить если у вас не тот дом не то состояние здоровья это вы сделали вы сделали алё не кто-то вы все в состоянии изменить человек настолько сильное создание что мы можем менять свои клетки вы понимаете мы можем менять днк свои силой своего разума но нам же интереснее сериал новый посмотреть надо же интересненько что-нибудь там фейсбучки поделать и на самом-то деле человек сам свое время вы сами решаете чем его забивать и когда мы не знаем у нас нет управления инструкции по управлению самими собой мы не разбираемся в этом ответы лежат на поверхности мы и пользуемся собой как как получается от этого мы говняно выглядим кто не узнает инструкцию по телу знает как он выглядит от этого наша жизнь выглядит как какая-то помойка в которой постоянно что-то происходит а все такие жертвы сидят интересно возьмут меня на работу или не возьмут а сколько мне заплатят а будет это да какая разница да ты сам можешь этим управлять ты сам это можешь делать ты просто никогда не интересовался никогда не думал никогда не хотел в этом разобраться если бы хотел то смог бы это точно вот сто процентов вам говорю помните о том что выбор который якобы нам нужно делать решая купить себе сапожки или купить ребенку игрушки решая быть только женой хороший или реализоваться вот люди любят разбирать этот выбор этот выбор вы устраиваете сами себе в своей голове все ограничения только в вашей голове и вы их сами себе ставите потому что никто и ничего и ничто не может вам жизни что-либо запретить это ваши ограничения это вы решаете что в 30 лет теперь короткие шорты я носить не могу что девочка так не ведет себя что говорить так нельзя что быть эгоистом это плохо все эти хорошо и плохо это только ваши личные убеждения всякий раз когда у вас голове появляется убеждение задавайте себе всего один вопрос мне с этим убеждением хорошо живется она мне как вообще сильно помогает или не очень и когда вы будете честно отвечать себе на этот вопрос честно и говорит себе да бля так мне это не нравится безусловно мы очень много вещей говорим и повторяем только потому что так кем-то принято я всегда считала что до 30 лет я могу носить короткие шорты а потом не могу на до 30 лет я ненавидела свои ноги считала себя толстой и страшной и ничего такого не надевала а сейчас мне 37 и я все позволяю себе носить и я себя а обожаю и история только о моем личном понимании моего возраста того что хорошо а того что плохо часто вот эти вопросы а так можно так нельзя да можно все мы вернулись в эфир можно абсолютно все разрешите себе это иметь поймите что выбор жизни безграничен все что вы получаете вы выбираете сами это ваш огромный шведский стол это ваш бесконечный супермаркет и вы решаете как вам выглядеть как вам говорить какой стране вам жить быть вам женщиной самодостаточной быть вам женщиной блин любимой любящий быть все иметь определите свой список супермаркета и он бесконечен и когда вы это осознаете когда ваш мозг к этому придет и будет готов вы увидите что вы все это сможете получить парадоксальность в том что мы не получаем тогда когда мы просто это как в корзинка в супермаркете а я не увидела это масло а там что это скидочка была это акция не увидел такую ведь и так откройте глаза и увидите и тогда у вас отпадут лишние вопросы да это требует времени это работа требующая времени это не история про то что а все я захотел нет помните о том что путь который мы проходим когда мы решаем от этого карандаша перейти к этому карандашу он и является самым крутым потому что это тот путь когда мы получаем то жизненное важное ради чего мы родились мы становимся смелее мы становимся мудрее мы становимся прокачивать и мы набираемся мы чего-то нового узнаем мы развиваемся мы пришли сюда голенькие и тут же умрем голенькие мы заберем только вот это понимаете мы не карандашики не цели заберем мы заберем то что было посредине то как мы вырастим наш духовный опыт нашу силу внутреннюю мы же переродимся куда то но я все время вам об этом говорю ну подумайте сами если бы ничего там не было то не рождались бы люди калеки не рождались бы люди те которым приходилось бы в течение многих лет от чего-то излечиваться это опыт который мы с вами переживаем потому что если ты тут был простите уёбком и трахал девочку в поезде и устраивал я не знаю там какие-то страшные вещи а потом тебя блин просто бамсы убили это не означает что ты теперь в новой жизни родился маленьким замечательным малышом тебя мамочка сисечкой накормила нихера ты родишься в такой дырей жопе тебе такой опыт предстоит пройти для того чтобы твоя душа чего-то там искупила или нет вы же задавайте эти вопросы себе почему часто говорят почему это маленькому ребенку прислали а вы никогда не задумывались а почему это матери прислали почему одна мать рожает цыган блин табунами а вторая мать прекрасная женщина которую мы видим в этой жизни образцовой вдруг рожает нездорового ребенка вы не задумывались почему это происходит это тоже ребята наш какой-то внутренний откуп понимаете мы что-то натворили мы что-то не помним уже конечно но поэтому в этой жизни соображайте соображайте что если вам повезло вы здоровенький чудесники замечательный то не надо говорить что я не знаю чем не заняться жить говно не надо быть какой-то говнючка которая сидит и пишет гадкие комментарии в ютюбе я после того когда стала участницей шоу чудесного супер женщина вспомнила название и почитала это бесконечное количество комментариев добрых женщин домохозяек которые окрестили меня и троих моих участниц вообще просто полным днищем говнищем ну просто я никогда даже не знала что я себе столько вещей могу услышать но я догадывалась но столько нет и все это добрые матери писали понимаете я понимаю что деградация она происходит она происходит рядом с нами я не хочу об этом думать не хочу вообще в этом всем принимать участие но задумывайтесь о своем развитии задумывайтесь о том что вы способны создать легендарную жизнь мне очень нравится эта фраза задаться вопросом как я создам свою легендарную жизнь я хочу рассказать вот еще одну историю напоследок по поводу того жарко стало по поводу страсти к жизни и желанию максимально раскрыть свой потенциал мы очень часто говорим что мы не видим возможностей мы бы это сделали но возможности не видим у меня в январе этого года 2020 мой год начался очень феерично с выступления во дворце спорта на восьмитысячники мега тренинга чтобы вы понимали одну из моей глобальной цели вообще но наверное ключевой цели является выступление на больших аудиториях на стадионах ну вот 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 я очень мечтаю о больших огромнейших сценах и я первый раз спроектировала себе эту мечту замечательную цель такую вот только я спроектировала через три месяца меня приглашают выступать долгая подготовка значит там долго спикеров обычно такие мероприятия рекламируются очень долго короче меня утвердили спикером ну пригласили даже не то чтобы утвердили и вот наступает январь у меня должно быть 40 минут выступления как у ключевого одного из ключевых спикеров я так считаю и тут вдруг мне говорят о том что меня 10 минут 10 минут на сцене вы понимаете уже приблизительно да вот как я говорю понимаете что такое для меня выступить 10 минут как это сделать первая моя мысль идите нахер я не буду выступать вообще что это такое я такой классный спикер я всегда знаю что я очень классный спикер сейчас зайду взорву что я сделаю за 10 минут затем я понимаю что у меня есть возможность сегодня выйти но не сегодня да там выйти на сцену о которой я мечтаю дворец спорта киева это самая крупная площадка в украине и у меня здесь минут я сказать что я стрессовала не сказать ничего я стрессовала не из-за сцены я стрессовала из 10 минут я не знаю что мне сделать 10 минут но я понимаю точно что я должна выйти и моя цель сделать так чтобы организатор увидел что я охуенный спикер и он хочет меня пригласить на следующее мероприятие вот это была моя цель я понятия не имею будет ли организатор в этот момент сидеть в зале я не могу этого знать я понятия не имею каким образом я смогу простроить это выступление и как все пойдет потому что теоретически перед эфиром я могу в прямом эфире я могу прыгать вы никуда не денетесь вы можете отключиться я вас не увижу а в зале я могу вывести слайд с какой-то реакцией которую вы должны были ну типа я знала вашей реакции а у вас другая реакция и пакен счет я переживала страшно при страшно 10 минут мне показались я не знаю вот просто мгновением я выступала самый последний в по моему в первый день если я не шласть короче выступала самый последний это было очень круто вот просто по моим ощущениям это было мега круто и мой финальный слайд заключался в том что я написала организатору это исхак пентасевич достаточно известный человек я написала исхак я хочу в следующем году 45 минут или полное выступление не помню полное выступление по моему полноценное выступление ребята сказать что это была игра в бабанг это вообще ничего не сказать потому что теоретически его могло не быть в нас цели в зале я могла херово выступить могу случиться все что угодно это было очень самонадеянно с моей страны но я поставила просто все вот эти все на красное и когда я выступила он взлетел на сцену в начале он взлетел на сцену он не увидел слайда и потом я переключила слайд и сказала ему исхак и он сказал да да ты выступаешь и это было феерично и я в который раз поняла что нужно рисковать нужно максимально идти к своим целям и ничего не бояться но я подумала ну что самое стрёмное могло бы случиться он бы мне сказал нет или он бы мне сказал ольда ты херово выступаешь но это был бы позор всего лишь на дворец спорта ну подумаешь ничего страшного постали бы пошли дальше поэтому помните о том что ваша страсть и желание максимально раскрыть свой потенциал должны вами двигать должны вами двигать и когда это будет ваше истинное вы однозначно начнете получать от этого кайф потому что жизнь по факту это набор картинок набор дней еще чего-то набор и вот это внутреннее единственное что мы можем куда-то перенести если прямо сейчас вы закроете глаза и я вас попрошу вспомнить какой-то самый романтический момент своей жизни вы улыбнетесь сейчас вы улыбнетесь вы это почувствуете ваше тело это чувствует я могу очень много рассказать вам о том что чувствует ваше тело и о том как важно это тело настраивать и о том почему никогда нельзя вспоминать о негативе и почему я в своих историях сейчас перестала рассказывать все трагические ноты но я могу вам сказать одно вы можете создать любую реальность поэтому перестаньте создавать ту реальность которая у вас есть сегодня если она вас не устраивает поймите что это не карма что это не дядька что это не кто-то это вы ну и в данном случае конечно же я не могу вас перестать приглашать на марафон рерайтер жизни потому что как я уже сказала это мое призвание это мое дело и заключается оно не в том чтобы загнать вас на 30 дневный марафон а заключается она в том чтобы научить вас управлять своей реальностью чтобы рассказать вам как можно более на простом и понятном языке как это все устроено чтобы показать вам самим чего вы хотите потому что на рерайтере мы пишем книгу вашей жизни я для этого подготовилась максимально насколько возможно с медитациями с текстами совсем чтобы вы смогли детально и четко сами себе ответить на вопрос а какую жизнь вы вообще хотите потому что мы не знаем ответа на эти вопросы потому что в лучшее что мы знаем я хочу чтобы все было хорошо чтобы меня любили чтобы меня еще что-то это максимум который мы знаем поверьте мне нет более увлекательного путешествия чем изучение себя своей жизни своих желаний нет ничего более потрясающего когда ты видишь как твоя реальность начинает меняться я счастливейший человек потому что я побывала там я нашла в себе смелость пойти я уткнулась в дно в днище потому что я на нем побывала я практически лишилась того что я зарабатывала для того чтобы в какой-то момент это дало мне толчок увидеть самое главное что находилась перед носом и сейчас я активно плыву вверх сейчас у меня настолько большие крылья что я могу посадить мне кажется всех людей за собой точнее на свои крылья и полететь это потрясающая сила и я знаю что эта сила не моя я знаю что эту силу мне дали именно поэтому я занимаюсь служение я считаю что я занимаюсь служением я могу давать вам знания которые вы можете находить в книге или у кого-то другого или где-то еще слышать это знание но ту энергию которую я вам даю это то что дано мне это то чем я щедро с вами делюсь и каждый день благодарю за то что она ко мне поступает потому что это не мной контролируемый момент это не моя заслуга я проводник я это уже отлично понимаю я проводника я бесконечно благодарна что у меня такая миссия поверьте вы тоже можете найти свою и это потрясающе если вы сейчас не готовы к этому не надо себя насиловать если это для вас бред это тоже ваш выбор просто каждый раз когда вы будете задавать себе вопрос о том а почему сегодня моя жизнь такая знаете ответ я сам ее выбрал потому что я верю в это потому что мне в это удобнее верить мне удобнее переложить ответственность на кого-то другого поэтому моя жизнь такая больше не задавайте себе моментов там эта карма меня наказали да никому не хочется вас наказывать ни одного человека сюда не прислали для того чтобы сделать несчастным вот просто поверьте вы сами состоянии сделать себя несчастными вот в чем парадокс и это людям нравится делать гораздо гораздо больше зачем это самое бичевание я не знаю но вы взрослые вы уже должны это понимать что вы сами делаете этот выбор поэтому то где вы будете жить с кем вы будете жить как вы будете себя чувствовать как вы будете выглядеть это не крупная кость и не наследственности не гены вы в состоянии это изменить да действительно существуют всякие родовые приколы но это только означает что кому-то из нас легче а кому-то сложнее но это совершенно не означает что кто-то может а кто-то нет могут абсолютно все и это чистая правда на этой чудесной прекрасной ноте я вам был вас благодарю за то что вы пришли на этот эфир да еще в таком хорошем количестве эфир сохраняю вас всех приглашаю на рерайтер жизни в субботу я еду в одессу и буду там выступать если вдруг есть одесситы приходите буду выступать на конференцию женской обнимемся с вами с удовольствием вот все друзья мои обнимашечки поцелуйчики на связи и люблю вас всем пока и жду на рерайтере жизни